На Кубани вдвое увеличат выплаты героям России, СССР и их вдовам. Депутаты кубанского парламента поддержали инициативу губернатора. Вениамин Кондратьев на первой в этом году в сессии законодательного собрания края выступил с новым законопроектом об увеличении выплат до 30 тысяч рублей каждый месяц. В целом же в ЗСК рассмотрели законопроекты о дополнительных выплатах сразу нескольким категориям граждан. С таким предложением к парламентариям также обратился глава региона. Депутаты, например, одобрили инициативу доплачивать учителям в школах за классное руководство. Причем помимо федеральных субсидий увеличили и действующую региональную поддержку. Я благодарен вам, что мы сегодня смогли принять решение, что дополнительно за классное руководство добавляем еще по одной тысяче рублей. У нас для нашего края учитель за классное руководство будет получать 4 тысячи рублей. Казалось бы, что такое 4 тысячи рублей? А в рамках края это 2 миллиарда. 2 миллиарда. А если с учетом того, что 5 тысяч рублей это поручение президента правительству и еще плюс 5 тысяч рублей, то это 9 тысяч, которые будет получать учитель за классное руководство. 9 тысяч рублей плюс зарплате. Не забыли и про героев, которые защищают интересы страны на спортивном поле боя. Победителям Олимпиад и их тренерам повысят ежемесячные стипендии. За золото 30 тысяч рублей, за серебро 25 и за бронзу 20. Последний раз эти выплаты повышались 8 лет назад. Депутаты проголосовали единогласно за. Второе чтение в ЗСК прошел и законопроект о предоставлении единовременных компенсаций для учителей, которые переехали на работу в сельские школы. Раньше такие полагались только врачам. Также принято решение увеличить ежемесячные выплаты для героев Советского Союза и России полных кавалеров Ордена Славы до 30 тысяч рублей. Аналогичную материальную поддержку окажут и вдовам героев, которые раньше получали всего по 8 тысяч рублей. Для этого в краевом бюджете зарезервировано больше 17 миллионов рублей. Первые выплаты произойдут уже в ближайшее время. А еще к каждому участнику Великой Отечественной войны по 100 тысяч рублей. В крае в целом и в Сочи в частности готовы к выдаче единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной. Губернаторская социальная выплата, установленная к 75-летию Победы, рассчитана на ремонт и благоустройство жилых помещений граждан, защищавших Родину в период с 1941 по 1945. Постановление губернатора Краснодарского края об установлении дополнительной меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий ветеранов и участников войны в виде единовременной денежной выплаты вступило в силу в в январе. Подавать документы нужно в Управление соцзащиты населения города. Итак, Елена Юрьевна, первый вопрос у нас. Начинается сбор документов на выплату, на губернаторскую выплату ветеранов и участников войны. Вот расскажите, какие нужны документы, что за выплата, единовременная она наверняка. Право на эту выплату имеют жители Краснодарского края, имеющие постоянное место жительства на территории края, а также имеющие в собственности жилые помещения, которые расположены точно тоже на территории Краснодарского края. Причем хочу отметить сразу, что если человек в течение года меняет место жительства, эта выплата единовременная, соответственно, право на нее он имеет один раз. Кто относится к числу граждан, которым подлежит эта социальная выплата? В первую очередь это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, принимающие участие в боевых действиях с 21 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Значит, это в соответствии с законом о ветеранах имеют они удостоверение по статье 14, статья 15 закона о ветеранах. К данной категории не предъявляется требование наличия собственности на жилое помещение. То есть независимо от собственности на жилое помещение они получают эту выплату в размере 100 тысяч рублей. Вторая категория, кому предполагается данная выплата, уже предполагает обязательное наличие собственности и человек должен быть собственником жилого помещения не менее пяти лет. К данной категории относятся инвалиды боевых действий. Значит, также инвалиды Великой Отечественной войны, которые не принимали непосредственное участие в боевых действиях. Ну, знаете, последний призыв, ну и всевозможные другие категории инвалидов. И бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, имеющие группу инвалидности. Этим гражданам сумма выплаты предполагается 50 тысяч рублей. Есть также третья категория граждан. Это ветераны боевых действий без инвалидности. Также ветераны Великой Отечественной войны, не принимавшие участие в боевых действиях, но не имеющие инвалидность. И члены семей погибших, участников Великой Отечественной войны, именно относятся к тем участникам, которые конкретно принимали участие в боевых действиях с 41 по 45 год. То есть это в доме. Выплата данной категории предполагается 30 тысяч рублей. Это имеется в виду ремонт, подвод газа, воды. Для того, чтобы вы получили данное пособие, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту вашего жительства, либо по месту пребывания, если у вас постоянная регистрация, как я говорил, на территории Краснодарского края, написать заявление. И к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющая личность, подтверждающего гражданство и регистрацию на территории края, но имеется в виду паспорт. Также к заявлению предоставляется удостоверение участника инвалидной войны, либо члена семьи погибших инвалидной войны. Для второй и третьей категории необходимо будет сдать документ, подтверждающий право собственности не менее пяти лет, но это в том случае, если у вас право не зарегистрировано в Росрегистре. Если оно зарегистрировано, то управление само может запросить данные документы, приобщать к делу. Ну и для участников Великой Отечественной войны, которые, как первая категория, которые именно принимали участие в боевых действиях, необходима справка военкомата о том, что он действительно принимал участие в боевых действиях. Но мы уже очень плотно работаем с нашим военкоматом, поэтому все четыре района уже подали списки со своих баз, и сейчас наш военкомат отрабатывает, эти справки будут предоставлены нам уже. То есть мы не будем людей туда направить, а возьмем их сами. Вы, как соцработники, которые чаще всего общаются с этой категорией граждан, вот можете сказать, что действительно была необходимость в такой выплате, потому что многим из ветеранов, участникам реально нужно улучшать жилищные условия. Есть ли такая необходимость? Действительно есть, потому что многие живут в частном фонде. Люди бывают, ну где-то уже и водопровод прохудился, может быть кому-то действительно надо новый газовый котел купить. Это же тоже считается как улучшение жилищных условий, то есть улучшение благосостояния наших ветеранов. Поэтому молодец наш губернатор, молодцы наши депутаты, которые приняли это решение. Срок не ограничен в законе, но я думаю, что, конечно, все хотят получить эту выплату к 75-летию Победы. Поэтому мы ждем вас уже с сегодняшнего дня и чем быстрее вы принесете нам документы, я думаю, что в марте-апреле эти деньги уже будут выделены и направлены на счета наших ветеранов. Еще раз хочу вернуться к тому, что постановление губернатора Краснодарского края от 19 декабря 2019 года номер 880 вступило в законную силу с 1 января 2020 года и Управление социальной защиты населения во всех районах города, во всех районах края ждут вас с заявлениями на назначение вот этой губернаторской единовременной выплаты на улучшение жилищных условий. И хочу повториться по документам. Значит, заявление, удостоверение на льготу, документ, подтверждающий личность, подтверждающий гражданство Российской Федерации и постоянное место жительства на территории Краснодарского края, удостоверение на льготу, это удостоверение по закону о ветеранах, подтверждающее право по статье 14, 15 и 21 для членов семей, участников погибших, участников войны. Это документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение не менее пяти лет. Если заявление подается не лично, а через представителя, то должна быть доверенность представителю, что он имеет право сдавать за вас ваши документы. И, как я уже сказала, справки из военкомата мы запрашиваем своими силами. Собственником должен быть сам ветеран или участник? Это относится ко второй и третьей категории, а для участников боевых действий, которые непосредственно принимали участие с 21 июня 41 по 9 мая 45 года, это не распространяется. Они могут быть и не собственниками пожилых помещений, но выплата им предусмотрена. Прописано должно быть. Да. И еще одно, хотелось сказать, что данное заявление принимает СОПР как Управление социальной защиты населения, также можно их подать и через наши многофункциональные центры. В целом, управлениями социальной защиты населения Краснодарского края производится 115 видов социальных выплат и пособий населению региона. Большая часть социальной поддержки рассчитана на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Масса выплат предусмотрена и в рамках реализации госпрограммы «Демография». Основные законодательные акты, по которым мы выплачиваем пособия. Это федеральный закон номер 81 о государственных пособиях у граждан, имеющих детей. Это новый федеральный закон 418 о ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей. Много уже наслышанных про него. А также краевые законы. Это закон 807 КЗ, еще от 2004 года он действует до сих пор. И по нему у нас платятся пособия на ребенка ежемесячные. Это краевой закон 836 2005 года о социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае. Ну и также закон Краснодарского края номер 2568 КЗ 2012 года о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края. Итак, органами социальной защиты выплачиваются пособия как из федерального бюджета, так и из краевого бюджета. К пособиям из федерального бюджета относятся такие пособия, как по единовременной пособии при рождении ребенка. Если вы знаете, то работающие мамы, папы получают по месту работы. А если мама у нас папа не работающая, то они получают это пособие в размере 17 479 рублей через органы социальной защиты населения. Пособия по уходу за ребенком до исполнения ему полутора лет также неработающим мамочкам выплачиваются через управление соцзащиты. Это пособие на первого ребенка сумма его составляет 3277 рублей, на второго и последующего сумма пособия составляет уже 6554 рубля. Пособие, как я уже сказала, назначается со дня рождения ребенка до исполнения возраста полутора лет. Также есть очень интересная выплата. У нас выплата беременной жене военнослужащего по призыву, то есть того, кого призвали в армию. Пособие выплачивается беременной жене, если срок беременности не менее 180 дней. И сумма этого единовременного пособия составляет 27680 рублей. Это пособие единовременно. И также, пока человек находится, служит по призыву, и у него в это время рождается ребенок, то есть ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, и оно составляет 11863 рубля до момента либо исполнения ребенку возраста трех лет, извиняюсь, либо до окончания службы родителя по призыву. А сейчас хотелось бы остановиться на том пособии, про которое все говорят, предусмотрено 418 федеральным законом. Это пособие по рождению первого ребенка. Если вы знаете, что до января 2020 года оно составляло 10 057 рублей и назначалось при условии, что в семье ребенок родился с 1 января 2018 года, и что доход семьи, каждого члена семьи, не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума, предусмотренного в Краснодарском крае, то с января в этот закон внесли очень большие изменения. Во-первых, выплата увеличилась в два раза, то есть она теперь будет уже не до полутора лет, а до исполнения ребенку трех лет. Во-вторых, очень выросло количество получателей, каким образом теперь право на выплату имеют семьи, если доход на каждого члена семьи не превышает двухкратного прожиточного минимума в Краснодарском крае. Сейчас эта сумма у нас составляет 24 060 рублей. На первого ребенка? Да, это выплата на первого ребенка. Нет, сумма выплаты составляет 10 639 рублей при условии, что доход на каждого члена семьи, то есть если вас трое, то на каждого не менее, не более 24 060 рублей. То есть каким образом супруги могут подсчитать? То есть они берут, но здесь берутся все доходы, и заработная плата, и стипендии, и социальные выплаты. То есть люди подсчитывают доходы, сдаются в управлении социальной защиты населения, сдаются доходы за предыдущий год, 12 месяцев, до месяца обращения. Если вы обращаетесь в январе, то вы сдаете доходы с февраля по декабрь за 12 месяцев. И уже высчитывается доход на каждого члена семьи. Если он не превышает эту сумму, 24 060 рублей, то вы имеете право на данную выплату. Но что хочу отметить, что обратиться за данной выплатой можно в любое время после рождения ребенка, но при условии, если вы обращаетесь до исполнения ребенка с 6 месяцев, то выплата вам назначается со дня рождения вашего ребенка. Если вы обращаетесь уже после исполнения 6 месяцев ребенку, то выплата назначается со дня обращения. И данная выплата вот сейчас у нас, нужно обязательно представить доход при исполнении ребенка одного года. Как исполняется год, опять родители собирают справочки о доходах за 12 месяцев. Если они попадают под категорию данную, то выплата продляется еще на год, до исполнения двух лет. При исполнении двух лет мы опять собираем данные, все документы, справки о доходах и назначаем выплату еще до трех лет. И вот здесь, как я уже хотела обратить внимание еще раз, выплата назначается со дня подачи заявления. Поэтому если вы, вашему ребенку исполнился год, а вы продали выплату только через два месяца, вы эти два месяца будете, у вас они будут потеряны. Поэтому желательно четко это себе усвоить и выполнять. Но это мы с вами поговорили по федеральным выплатам. Есть у нас еще миросоциальной поддержки, предусмотренные законами Краснодарского края. Я в самом начале на этом остановилась. Это у нас ежемесячное пособие на ребенка. Оно предоставляется также семьям, имеющим доход ниже прожиточного минимума, предусмотренного в Краснодарском крае. Составляет оно 214 рублей на каждого ребенка. Если мама одинока, то сумма этого пособия ежемесячная будет 418 рублей. И на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, а также на ребенка, родитель которого разыскивается в связи с неуплатой элементов, эта сумма пособия составляет 309 рублей. Данное пособие назначается на 24 месяца. То есть вот вы сдали документы, ровно через 2 года, через 24 месяца вы должны еще раз подтвердить опять же статус, что у вас доход ниже прожиточного минимума, и это пособие продляется. Назначается оно до исполнения ребенку 16 лет, затем вы обращаетесь в социальную защиту, предоставляете справочку, что он продолжает обучение в общеобразовательной школе, и тогда это пособие продляется до 18 лет. Это то, что помню. Еще одна интересная социальная выплата, краевая, это пособие на питание ребенка в возрасте до 3 лет и на питание беременной женщины. Значит, женщина берет справочку женской консультации, предоставляет нам, а потом уже, когда родится ребенок, берет справку у педиатра, что ребенку нужно усиленное питание. Пособие небольшое, но тем не менее, сумма пособия на питание составляет 150 рублей в месяц, назначается оно один раз на срок до исполнения ребенка трех лет. Также у нас есть натуральная выплата сухих продуктов питания деткам до исполнения 6 месяцев. Вот я говорила о первом пособии, что пособие на ребенка. Значит, для того, чтобы получать сухие продукты, оно предоставляется мамам, детям, которые находятся на искусственном вскармлении, на естественном. Также педиатр выписывает справочку о количестве продукта, о его разновидности, потому что там несколько разновидностей, гиперальгигиона, еще какие-то продуктности много. И при условии, что вы являетесь получателем ежемесячного пособия на ребенка, то есть ваш доход ниже продажного минимума на территории Кашнодарского края, вы имеете право на получение сухих продуктов питания до исполнения ребенку 6 месяцев. Есть у нас еще такая мера социальной поддержки как социальное пособие, или как люди ее называют, государственная социальная помощь. Данная мера поддержки предоставляется семьям, как я уже говорила, доход, который ниже прожиточного минимума. Она назначается на 6 месяцев. Каждые 6 месяцев человек имеет право возобновить эту плату. Также в управлении социальной защиты предоставляются справочки о доходах всех членов семьи. Хочу заметить, что если на детское пособие берутся доходы только родителей и детей, то здесь уже всех членов семьи, сюда входят и бабушки, и дедушки, то есть доходы предоставляются. И если доходы семьи ниже прожиточного минимума, то назначается вот эта государственная социальная помощь. Предельный размер этой помощи 9 тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех месяцев в размере по 3 тысячи ежемесячно. И через 6 месяцев семья имеет право на повторное обращение за данным видом социального пособия. Ирина Юрьевна, Вы часто упоминали прожиточный минимум в Краснодарском крае. Так какова его сумма? Отключите цифру, пожалуйста. Значит, прожиточный минимум в Краснодарском крае изменяется ежеквартально. Значит, с 23 ноября 2019 года действует прожиточный минимум. Средний на душу населения 10 тысяч 989 рублей, на трудоспособное население его сумма составляет 11 тысяч 898 рублей, на пенсионеров 9 тысяч 80 рублей и на ребенка 10 тысяч 508 рублей. Ну а теперь давайте плавно перейдем к пособиям для многодетных семей. Как я уже говорила в начале нашей беседы. Законом Краснодарского края 2005 года 836 КЗ о социальной поддержке многодетных семей в крае также предоступен ряд социальных выплатов. Ну, начнем с того, что такое многодетная семья. Многодетная семья – семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Но при условии, что ребенок продолжает обучение либо в общеобразовательной школе, либо он учится в образовательной организации на бюджетной основе и по очной форме обучения, то до исполнения ребенка 23 лет. В общем, я считаю, это многодетный. Одна из мер соцподдержки, которая предоставляется многодетным семьям в Краснодарском крае – это ежегодная денежная выплата на каждого ребенка. Сумма этой выплаты с 2020 года составляет 5 127 рублей в год на ребенка. Но данная выплата предоставляется семьям частями ежеквартально, и каждая часть, каждый квартал составляет 1281 рубль на одного ребенка. Ну, зависит от количества детей, эта сумма, соответственно, отношается. Значит, на территории края также при рождении третьего ребенка в семье после 1 января 2011 года предусмотрен у нас краевой материнский капитал. Сумма данного капитала в 2020 году составляет 129 342 рубля. Данный материнский капитал, так же, как и федеральный материнский капитал при рождении второго ребенка, можно использовать на улучшение жилищных условий, на обучение детей, на погашение ипотечного кредитования. Ну, то есть, в принципе, по аналогии и очень многие даже просто совмещают два материнских капитала и приобретают какие-то жилые помещения. То есть, тоже хорошее подспорье многодетным семьям в крае. И также у нас в Краснодарском крае предусмотрена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка до достижения ребенка в возрасте трех лет. Данная выплата составляет 10 766 рублей ежемесячно. Оплата заявлением на нее подается один раз и до исполнения ребенка трех лет вы получаете данную выплата. Предусмотрена также субсидия на оплату коммунальных услуг. Если, ну, хочу напомнить, что всем жителям данная субсидия предоставляется, если ваши собственные расходы на коммунальные услуги более 22% дохода семьи, то для многодетных семей есть исключение. Здесь, если это расходы на коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода семьи, то они имеют право на компенсацию в виде субсидии на коммунальные услуги. Учащимся общеобразовательных школ из многодетных семей в крае предоставляется право на приобретение льготного проездного билета. То есть родители берут у нас в службе справочку, по которой приобретают ежемесячно проездной билет, стоимость его составляет 340 рублей в месяц, и ребенок ездит уже бесплатно по данному билету. Также детям из многодетных семей предоставляется льготное питание в школе. Опять же, по справке Управления социальной защиты населения предоставляется вот эта льгота на питание в школе. Но вот сейчас как раз хотелось остановиться о чем? Что приказом Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 3 декабря 2019 года, номер 2290, с января 2000 года предусмотрена выдача удостоверения многодетной семьи. То есть уже будет не справка, как мы говорим, а будет выдано удостоверение, срок действия которого будет до исполнения старшего ребенка 18 лет. Люди пришли один раз и получили. Право на удостоверение имеют многодетные семьи, место жительства которых расположено на территории Краснодарского края и состоящее на учете в органах социальной защиты населения как многодетная семья, получающая ежемесячную денежную выплату. То есть если семья к нам не обращалась и не получает вот эту выплату, то первично она сдает документы на выплату, потом получает удостоверение. Для получения удостоверения необходимо предоставить в Управлении соцзащиты заявление подлинника копию паспорта одного и второго родителя, подлинника копию свидетельства о заключении брака, либо свидетельства о установлении отцовства и фотографии обеих родителей. То есть в удостоверении будут фотографии и папы, и мамы. Оно одно на семью и пользуется им. Но я думаю, что действительно, получив удостоверение, семья получит некоторые удобства. Не надо будет постоянно приходить в Управление социальной защиты населения для получения справочек, потому что справки предоставляются как в музыкальную школу, в художественную школу, в общеобразовательную. Справка нужна семье при посещении кинотеатров, парка культуры отдыха, но мало ли куда. Поэтому вот сейчас человек уже не будет, семья уже не будет к нам часто обращаться. Они будут просто предоставлять копию удостоверения имеющегося у них. Что еще предусмотрено, какая льгота в Краснодарском крае для многодетных семей? Хочу сказать, что многодетная семья освобождается от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство, принадлежащее одному из родителей, если мощность его не более 150 лошадиных сил. Но вот здесь уже нужна справочка. Раз в году они обращаются к нам в управление, мы даем справку, что семья, справку установленного бравца для налоговой инспекции, что семья у нас считается многодетной, сдают налоговую инспекцию и предоставляется вот эта льгота, освобождение от уплаты налога. И еще одно интересное. Значит, постановлением правительства от 28 марта 2019 года номер 339 предусмотрена еще одна льгота для семей, но здесь же не только для многодетных, а для семей, у которых с начала 2018 года появился второй, третий и последующий ребенок. Им предусмотрено право на льготное ипотечное кредитование по ставке 6% годовых. То есть семьи, у кого с января 2018 года появляется второй и последующий ребенок, могут обратиться в банк и получить ипотечный кредит по льготной ставке 6% годовых. Я думаю, это тоже хорошее подспорье для семей, имеющих детей. И одной из мер соцподдержки является организация детского отдыха. Вот в этом году у нас через управление социальной защитой населения отдохнуло 175 ребятишек. Это и Анапа, и Геленджик, и Джубкинское побережье. Получателями путевок в выздоровительные лагеря могут дети в возрасте от 7 до 15 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, место жительства которых территория Краснодарского края. Но получателями путевок могут быть дети из многодетных семей, а также дети из семей, среднедушевой доход которых ниже прозвучного минимума. То есть являющиеся получателями социальных пособий Управления социальной защиты населения. Ну и что еще хотела сказать, что у нас только в Атлерском районе сейчас ежегодную денежную выплату получают 2179 семей. Хочу специально брала сведения, на 1 января 2010 года в районе было 310 многодетных семей, а сейчас их 2179. То есть цифра очень сильно выросла. Ежемесячную денежную выплату при рождении третьего, вот на сегодняшний день, получает 1081 семья. На рождение первого ребенка 651 семья. Ну и пособия на ребенка получают 3658 семей на 7141 ребенка. Как я сказала в начале своего выступления, сейчас через органы социальной защиты населения платятся 115 видов социальных пособий субсидий и компенсацией. Сегодня мы с вами остановились только на некоторых из них, и вы прекрасно видите, что количество пособий семьям, имеющим воспитывающим детей, довольно-таки большое. И, конечно, это дает стимул к увеличению нашей демографии, к повышению рождаемости. И, как я уже сказала, количество семей, семей многодетных, вот только в Адлерском районе, если брать цифру, выросло в 7,5 раз за 9 лет. Это радует. Помимо всего прочего, законом края о мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края, право на получение ежемесячных денежных выплат предоставлено ветеранам труда, ветеранам военной службы, жертвам политических репрессий и труженикам тыла. В прошлом году ежемесячную денежную выплату в Краснодарском крае получили почти 400 тысяч льготников, а государственную социальную помощь 70 тысяч малоимущих семей.